Донерийский гауляйтер Чепушилин приехал на руины Угледара и похвастался очередным так называемым освобождением. Здесь еще есть над чем поработать, ухмыляется Пушилин. Еще бы, металл оставшийся пилить и вывозить в Россию. Горе тому городу, который кровожадные дебилы назовут русским. За эту трагедию заплатит каждый гражданин РФ, даже те, кто еще не родился. Это геноцид, по-другому назвать нельзя. Ну истребление людей просто. Восемь лет это продолжалось, практически девять. Восемь лет, восемь лет глупления над любыми попытками передовольного процесса. Ребят, я честно, честно, все сегодня свободное время, уже которое есть, еще которое будет, посвятил изучению Донбасса, потому что в моей голове это явный пробел. Потому что тогда, когда он начал сам, мне было 15 лет, и я мало что мог сделать в свои 15 лет. Сейчас я начал изучать всю эту информацию. Я перечитываю отчеты ОБСЕ, перед этим были отчеты ООН, это УКРАИНА! Восемь лет бомбила Донбасс. Но судя по числам, реально, смотрите, за 21-й год, согласно новостям, ОБСЕ и ООН погибло 18 мирных жителей. За 20-й 26, за 19-й 27, за 18-й 55. 80% это жертв, это эхо войны, это растяжки, какие-то установленные мины в лесах, еще что-то. Камон, кто кого бомбил? И в новостях ДНР, вот я единственную новость, которую нашел, 15-52, 30 декабря 2021 года, где сказано, что у гражданского населения погибло 7 человек по новостям ДНР, то есть, ну, заинтересованной стороны. Кто кого бомбил? Че? Обращаюсь к луганчанам. Луганская область. Где вас бомбили 8 лет? Я устала это читать и смотреть тиктоки. Расскажите мне, где у нас были военные действия только к 14-го октября месяца. Я сама коренной житель Луганской области, с города Краснодом. Кто вас бомбил? Вас обижала украинская армия, может быть? А ну-ка, расскажите, когда? Это что за бред? Давайте я вам напомню, кто вас бомбил. Давайте я вам напомню юбилейный, где за юбилейным становились грады и оттуда херачили. Или лесной, где во дворы заезжали грады и тоже херачили прямо со дворов, чтобы от ветка прилетела куда? Туда. И кто видноват? Укропы. Да? Детский садик «Радуга» вам напомнить? Когда летела авиация, и ваши защитнички все прятались в этом садике и вокруг этого детского сада. Помните? А в садике было куча детей. Детей до пяти лет, до шести. Это защитники? Это вас бомбили укропы? Троллейбус возле почты. Пьяные защитники переехали на танки, чьи на БТР, и погибли там люди. Тетя Лена с центрального рынка там погибла. Помните такое? Где у вас была война? Вы воевали сами с собой? Чеченцы в пиццерии зарезали трех, двух официантов и повариху, которой было за шестьдесят лет, чипот шестьдесят лет. А перед этим изнасиловали. Тоже укропы? Или это ваши защитнички, которые пришли защищать Донбасс? А про их там нет, тоже помните? Как через Изварина заходили все танки, грады. Вся техника перла через Изварина. Помните все, да? Так подождите, вас же стреляли укропы. Тогда почему с Российской Федерации перла техника через наш город Краснодон? А помните, когда наши уже зашли в Краснодон? И когда с РФ, с Ростова, они полили градами прям по нашим поле. Помните? И тоже, тоже Украина стреляла. Да если бы они хотели, они простреляли весь Краснодон. Но они зашли и стояли там. И с России подло. Ночью их всех сожили. А как арестовывали на всех, кто за Украину и на подвалы кидали? Было? Ребята, меня арестовывали с двумя детьми. Коля Ральянс. Кричал представитель правого сектора, держите. И четыре автоматчика меня вели через весь город. А арестовал он меня прямо за юбилейного. И вел до ментовки. Очнитесь. Слава Украине. Где ты был восемь лет, когда русских убивали на Донбассе? А где был Путин восемь лет, пока русских убивали на Донбассе? Чего? Да, где был Путин восемь лет? Почему молчал? Он, он, ну, типа... Что? Что? Ну, он не молчал. Что он говорил? Ну, там, про скрепы. Ага, ага. Ну, про пенсионный возраст там. Почему он не пришел в ООН, не стукнул кулаком по столу и не сказал Эй, ООН, там русских убивают на Донбассе. А что, так можно было? Конечно, можно. Несешь в ООН доказательства преступлений, и они присылают миротворцев. И что, прямо на Донбасс бы тоже прислали миротворцев? Конечно, вы прислали им, только повод дай. Блин, что-то Путин и правда затупил. Я тебе больше скажу. Миротворцев просила сама Украина. Чего? И ООН даже хотели прислать миротворцев на Донбасс. Но знаешь, кто им запретил? Кто? Кто? Путин. Блин, а почему они его послушались? Он же с нами не дружит. А Россия входит в Совет Безопасности, и они обязаны ее слушать. Ополченцы, которые указывают все, что украинская армия там все делает, начало начинает с них. Около моего дома, по улице Полиграфическая, 14, в Донецке, ставили, 14-18, ставили эти, они свои эти, грады, и стреляли в район аэропорта. Вот, потом, конечно, получали обратку. Люди стояли на коленях, женщины, и просили не ставить свои вооружения там. Но они сказали, выходили на референдум, мы теперь будем делать то, что считаем нужным. Глава Мосфильма, Карен Шахназаров, хвастается тем, что... Тем, что 2-я армия мира воюет на танках, которые ей передали со складов Мосфильма. Благодарительную помощь 8 миллионов оказали в этом году, и в том числе для мощности СВО 6 миллионов. Кстати, в 23-м году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55. Ты смотри, танки передали, а Катюше не передали. Почему так слабенько, а, Шахназаров? 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти машины. Твое лицо. Когда 24 года рассказываешь, что уровень современного вооружения в армии превышает 80%. Всем показываешь мультики с гиперзвуковыми ракетами. А по факту воевать приходится на танках, которые дал Мосфильм. Мосфильм крупнейшей студии Европы и мира? Ну, Европы точно. Европы точно. Миры мы не уступаем. Уорнерам, Юниверсалам. Другое дело, что у них такие студии 5 в Голливуде. А мы одна. Но с точки зрения объемов, я и был на Юниверсал, именно в Уорнерах. Мы не уступаем, а в некоторых аспектах их превосходим. Годовая выручка за 2023 год. Мосфильм 20 миллионов долларов. Уорнер Бразерс 40 миллиардов долларов. Превосходим в том, что Пентагон танками, взятыми Уорнер Бразерс, на войне не воюет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова